Здравствуйте, дорогие друзья! В начале сегодняшнего выпуска спешу поздравить всех православных с Днём Крещения Руси. Сегодня в полдень в каждом храме и монастыре Якутской епархии, равно как и во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви, прозвучал торжественный колокольный звон. С праздником! А у нас 28 июля на арене 8 представителей политических партий, мобилизованных и призванных участвовать в выборах в качестве кандидатов по одномандатному избирательному округу. Будем знакомиться с ними, а поможет мне в этом доцент кафедры политологии Северо-Восточного Федерального Университета, кандидат исторических наук Ольга Парфенова. Знакомство начнем, пожалуй, с Александра Лазарева. Зарегистрированного кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу от политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России. Просьба не путать эту партию с КПРФ, а самого Александра Лазарева с его тезкой, народным артистом. Вот эта партия Коммунисты России, это новая, конечно, партия. И вот по названию она соотносится с коммунистической идеологией. И она абсолютно идет нога в ногу, скорее всего, с КПРФ. И, в общем-то, предназначена для, будем говорить, оттягивания голосов, для того, чтобы, в общем-то, часть голосов КПРФ... Левого электората. Да, левого того, в общем-то, устойчивого достаточно электората, который вот на социальную такую политику настроен, да, на социальные льготы и так далее. Вот часть этого электората оттянуть. Андрей Заякин, выдвинутый от партии «Яблоко». «Яблоко» партия достаточно такая, скажем, традиционная. Мы ее все хорошо знаем. Хорошо все знают Григория Юлинского. Но у нас в республике «Яблоко» никогда не набирало много голосов. И к тому же представитель, да, кандидат от «Яблока», вот, Заякин, да, он достаточно малоизвестен, малоизвестен. Я бы даже сказала, вот то, что он в основном присутствует больше в интернет-пространстве, вот это вот является, ну, на мой взгляд, его слабой стороной. Даже, насколько я знаю, он не проживает ни на территории республики, ни на территории Российской Федерации в данный момент. Здесь же очень рядом и с близкой повесткой к «Яблоку» примыкает партия «Роста». Ну, новая партия, но кандидат нам известен. Да, представитель очень такой, я бы сказала, ну, с заявкой, да, очень такой молодой, интересный. Это вот предприниматель Тихонов. Но единственное, что вот партия, конечно, малоизвестная, и так же, как и ее представитель. И, в общем-то, наши избиратели, они ориентируются прежде всего на свои представления, те, которые складываются в течение какого-то длительного периода. И поэтому им, они обычно редко обращаются к программам, да, ну, я имею в виду большинство все-таки избирателей. И поэтому, да, в этом смысле тоже будет трудновато. Маркетологам известно, что до 70% решений о приобретении того или иного товара принимаются покупателями непосредственно в магазине. Но одно дело, крупа или колготки, и совсем другое – выбор будущего республики и страны. И какие бы мотивации ни преобладали у потенциального избирателя, чем бы он ни руководствовался, как правило, в большей степени сознанием или чувством, опытом или эмоциями, этот выбор требует осмысленного подхода. Люди, как правило, идут, значит, и делают выбор в пользу стабильности, на самом деле, всегда, чаще всего, да. То есть люди, они более такие, в общем-то, на самом деле, может быть, перестраховщики или консерваторы. Ну, точно так же, как мы ругаем полицию, да, но когда что-то происходит, мы ведь бежим туда, мы обращаемся туда, вот точно так же и здесь, в этом случае. Четвертая партия в нашем списке – партия «Родина». она представляет своего кандидата-одномандатника Олега Тарасова. В общем-то, сила Олега Тарасова заключается в его, конечно же, профессионализме, в том, что он является представителем такой серьезной корпорации. Он может, может набрать какое-то количество голосов, но мне кажется, больше в промышленных районах. И я даже вот вижу, что вот как бы определенная альтернатива получается, опять же, вот второму лицу в списке «Справедливой России» Тусельковскому. Там тоже энергетика, здесь тоже энергетика. Ну, главное, чтобы энергетики не спровоцировали короткое замыкание всей цепи. Впрочем, продолжим разговор о потенциале Всероссийской политической партии «Родина». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил характерную ее особенность. Цитата. «Там собрались люди, непрофессионально занимающиеся политикой». Конец цитаты. Думаю, уже очень разношерстный там все-таки состав. И нет целой цельной концепции этой партии, на мой взгляд. Насколько я знаю, «Родина» пыталась работать с идеологией партийной, выработать концепцию компании, но это просто не удалось. Решили пойти по простому пике, пригласить медийных персонажей. Ну, такая сборная солянка, она уже наблюдается в партии «Роста». Экликтичность персон, представителей по понятным причинам отличительная черта отдельных партий. Чего, наверное, нельзя сказать о российской экологической партии «Зеленые», много раз участвовавшей в выборах разных уровней, со своей узнаваемой, типичной, но довольно-таки узкой повесткой. Айтал Ефремов – зарегистрированный представитель партии по одномандатному избирательному округу. Да, на самом деле, ведь что такое экологическая проблема? Это глобальная проблема, она касается всех и вся, но тут нет идеологии. А все-таки политические партии, они как раз чем хороши для избирателя? Тем, что они решают прежде всего социальные проблемы. Предлагают решать им какие-то социальные проблемы и через какую-то свою конкретную идеологию. А тут получается некоторая размытость. И потом нередко под «зелеными» могут скрываться какие-то консервативные, либеральные, любые там, социал-демократические. То есть тут неявно получается. И избиратель может и не повестись на это, на такую повестку узкую, действительно. Экология предстоящих выборов. Она во многом будет определяться кандидатами-одномандатниками, выдвинутыми парламентскими политическими партиями ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия. Они обладают большим опытом введения предвыборной кампании, искушенностью, зрелостью, ответственностью. Должны обладать. 25 июля Федот Тумусов, выдвинутый кандидатом в депутаты по мажоритарной системе политической партии Справедливая Россия, выступил перед жителями Мегина-Кангаласского улуса с речью, посвященной Дальневосточному Гектару. «Когда к нам пришли активисты зарождающегося общественного движения СИР, я дал им обещание довести высказанные ими замечания, предложения, опасения до Государственной Думы Российской Федерации. И одновременно призвал их активно включиться в работу по внесению поправок в законопроект. И теперь с гордостью могу доложить. Все свои обещания я с честью выполнил». Конец цитаты. Как говорили древние, есть мера в вещах. Федот Семенович Тумусов действительно довел, как депутат до Государственной Думы Российской Федерации, замечания, предложения, опасения, поправки, проработанные гражданами Якутии, то есть Общественной Палатой, Государственным Собранием Илтумен, Правительством Республики, всеми теми людьми, которые на всех уровнях отстаивали принципиальные положения документа. Это они на всех этапах занимали только последовательную позицию. И это они сейчас проводят огромную разъяснительную работу по действию принятого закона, в том числе в программе «Арена событий». Почему-то вспоминаются слова Платона. «Крайняя несправедливость казаться справедливым, не будучи таковым». Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула своим кандидатам по одномандатному избирательному округу Петра Амосова. Его предвыборная повестка, конечно, будет совпадать с программой КПРФ, но на двух тезисах Петр Амосов сам акцентирует внимание. Во-первых, правительство Российской Федерации должно доверить ключ по использованию минерально-сырьевой базы республики. И во-вторых, внимание, может быть, по его словам, партиям, участвующим в избирательной кампании, имело бы смысл объединить усилия для организации нового агропромышленного комплекса республики Саха-Якутия, для решения задачи создания бюджета образующих предприятий на уровне наслегов, что позволило бы остановить миграцию. От Либерально-демократической партии России в качестве кандидата в депутаты зарегистрировался Гаврил Парахин. Он это сделал первым из отдомодатников партийцев и первым открыл избирательный счет. По его заявлению, лидер партии Владимир Жириновский уделяет республике особое внимание. Хочет, чтобы в Государственной Думе присутствовал кандидат ЛДПР от Якутии, что обеспечило бы республике приоритет среди других регионов Дальнего Востока. Гаврил Парахин является последовательным сторонником закона о дальневосточном гектаре. В фокусе его предвыборной программы находятся вопросы молодежной политики, образования, физкультуры и спорта, предпринимательства. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание. Кандидаты, претендующие на избрание в Государственную Думу по мажоритарной системе, сдали в Республиканскую Центральную избирательную комиссию декларации о размере, источниках своих доходов, об имуществе и расходах. Ознакомиться с заявленными сведениями можно на сайте Центра избиркома. Мне сейчас трудно сказать, кто там самый обеспеченный. Они на самом деле уже представили свои доходы в Центральную избирательную комиссию. Мне кажется, что наиболее ресурсные кандидаты это, конечно же, представители корпораций. Тот же самый Олег Тарасов. И мне кажется, что Федот Томусов тоже человек не бедный. Итак, восемь кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатному избирательному округу, готовы к предвыборному противостоянию. К ним присоединятся те из четырех самовыдвиженцев, которые соберут необходимое число подписей в свою поддержку. Самовыдвиженцы... Вот все-таки я очень рада, что появились вот эти люди у нас. Несмотря на то, что трудно, трудно, значит, набрать вот эти 18,5 тысяч голосов. Это надо быть очень яркой личностью, харизматичной буквально в смысле слова личностью. И очень приятно, что там две женщины у нас присутствуют. И, в общем-то, говорит о том, что гражданское общество все-таки в республике у нас идет, в рост развивается. Журналист и политолог Максим Шевченко считают, что именно самовыдвиженцы будут истинными кандидатами народа. Цитата. Минус в том, что нужно собирать подписи, а это достаточно тяжелая работа. И нужно быть очень осторожным и аккуратным в этом процессе. Плюс в том, что легитимность самовыдвиженцев будет очень высока. И в будущей Думе каждый голос самовыдвиженца в моральном смысле будет даже громче, чем голос некоторых фракций. Конец цитаты. Нашей республике очень нужны полноценные депутаты. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск арены событий. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.